Теперь давайте поговорим о питании. Вот я вам представляю слайд спирамиды питания. Какая бы система ни была питания, мясоедение, не мясоедение, смысл один и тот же. В основе любой спирамиды питания должны находиться фрукты. Следующая ступенька это овощи, зелень. Следующая ступенька это орехи, семечки. Следующая ступенька запеченные фрукты, овощи. Следующая бобовые, амарант, лен. Дальше гречка, овсянка, дальше рыба, дальше крупные молочные продукты, дальше мясо. Фрукты считаются идеальным питанием для нас. Они в себе содержат много сахаров, из которых теоретически могут строиться очень многие элементы, в том числе белковые молекулы, регуляторные молекулы в нашем организме, при условии, что у нас возвращается к исходному обмену веществ и имеется нормальная микрофлора кишечника. Фрукты, они вызывают очень мощное очищение в организме, очень мощные процессы. И те люди, которые перешли на строение, а потом уже какое-то время переходят на фруктоедение, очень ярко на себе эти очистительные процессы испытывают. Некоторые товарищи пишут, что вот они перешли на строение, все замечательно, хорошо. А потом, когда перешли на фрукты, начинается то слабость, то процессы очищения кишечника усиливаются. У каждого свои симптомы появляются, но фрукты в любом случае запускают эти процессы. И когда человеку становится некомфортно, ему приходится в свой рацион включать овощи, зелень, а иногда даже запеченные фрукты и овощи, тогда вот эти процессы очищения немножко притупляются, замедляются. И человек управляет процессом очищения, при этом он может нормально работать, хорошо выглядеть, никого не пугать своим внешним видом. Вот по поводу запеченных фруктов и овощей тоже хочу пояснить. Запеченные фрукты, они немножко опять-таки помягче становятся по своему усвоению. И меньшим эффектом очистителем обладают. Поэтому такой вариант можно использовать, опять-таки, для торможения процесса очищения. Запеченные овощи приближаются, по мнению Арнольда Эрета, к фруктам. Потому что в процессе запекания отсутствует реакция сахаристых веществ с водой, и не образуются клеистерные крахмалы. А наоборот, происходит расщепление частично сложных углеводов. За счет этого морковка, когда вы запечете, она становится более сладкая. Вот этот процесс и происходит. Сложные углеводы начинают расщепляться, образуются более простые. Сахарозы, фруктозы и другие. И по своему составу такие овощи начинают напоминать фрукты. Овощи лучших, я повторюсь, запекать, не варить. Ну и соответственно не жарить. Вообще в любой системе питания жареные и овощи, и другие продукты лучше не использовать. Потому что нерафинированные масла, которые очень полезны, они превращаются при жарке сразу в канцерогены. А нерафинированные масла, они в общем-то не имеют никакого смысла, никакой нагрузки на организм. Бобовый амарант лен. Эти продукты богаты белком, очень сильно богаты белком. Здесь содержатся белка от 20 до 34 грамм на 100 грамм продукта. А для сравнения, при виду содержание белка в говядине, составляет в самых хороших сортах 24-27 грамм на 100 грамм. То есть практически идентично мясу. При этом эти белки содержат в себе легко усвояемые аминокислоты. И их аминокислотный состав очень приближен к мясу. Особенно это касается амаранта и льна. А вот белок амаранта, он вообще приближен к золотому стандарту белку, по своей ценности биологической, белку женского молока. Вот эти вот продукты, бобовые, это чечевица, горох, фасоль, амарант лен, можно не бояться на каком-то этапе перехода настроения и использовать в вареном виде. Как ни странно, бобовые, они не дают такой сильной интоксикации на сыроедный организм, нежели крупы. В своем питании у меня еще продолжается переходный период, как я считаю. И я и могу использовать бобовые. И я заметила, что я прекрасно себя чувствую. Когда вот возникает какое-то старое желание сделать свой желудок тяжелым, я могу сварить фасоль, я могу сварить чечевицу. Ну, как я стараюсь варить, заливаю горячей водой, ставлю на плиту и томлю, стараясь не превышать температуру до 60 градусов. Вот, денатурация белка, вот той, которая происходит при температуре больше 80, ну, больше 60 градусов, когда образуются белки теплового шока, в данном ситуации не происходит. Вот, и такой продукт достаточно легко усваивается. Конечно же, здесь важно не переесть. Если съесть несколько ложек, не 2-3 ложки бобовых, а съесть 2-3 тарелки, тогда, конечно, будет интоксикация налицо. Если придерживаться нормальных объемов, то интоксикация не возникает. И, в общем-то, с сыроедом вот этот продукт на переходном этапе можно использовать, и не нужно этого бояться. Вот, иначе получается какая-то такая дисквалификация строедения в общем, в обществе. Когда мы переходим на строедение, слишком погружаемся в эту идею, забывая вообще про все остальное в жизни. И, в общем-то, мы делаем обратную рекламу своим внешним видом. Гречка и овсянка позволяют организму напитать необходимыми витаминами группы В. Овсянка способствуют повышению массы тела, хотя в большей степени, чем гречка, может вызывать интоксикацию. Вот, овсянку можно так варить, так можно и не варить. Можно покупать грубые хлопья, заваривать их на ночь холодной водой или теплой водой. И утром, в общем-то, каш уже будет готова, который остается добавить сухофрукты. Можно добавить орехового молока, меда, ну и получится очень вкусный, приятный завтрак. Я своим деткам иногда делаю овсяную кашку на воде. Я ее делаю сыроедной, вечером заливаю небольшим количеством воды, чтобы только хлопья разбухли. А утром готовлю ореховое молоко и смешиваю с овсянкой. Для любителей, для тех людей, которые не перешли еще на сыроедение, можно делать горячий вариант такой кашки. Когда вы овсянку завариваете кипятком, но тоже небольшим количеством воды заливаете. И дальше вливаете ореховое молоко. Получается очень вкусно. Для сватости можно добавить мед или финики. Следующим звеном пирамиды после гречки и овсянки я поставила рыбу. Есть очень интересное наблюдение, есть народности, есть некоторые староверы, которые используют сырую рыбу в питании. И в общем-то достаточно хорошим успехом. Имеют хорошее состояние здоровья и отсутствуют какие-то проблемы. Рыба в данном случае лучше использовать морскую, с северных морей, глубоководную, такую как сель, сардины, терпик, кек. Когда меньше шансов получить паразитарную инвазию. Рыбу есть совсем не обязательно, но вот я говорю, что есть такие интересные моменты в употреблении рыбы и в общем-то хорошие результаты получаются. Вообще я считаю, что все, что в жизни кому-то помогает, все нужно брать на заметку, можно на себя примерять. Другой вопрос, как бы использовать или не использовать. Пригодится или не пригодится. Дальше, над рыбой я размещаю крупы и молочные продукты, которые вызывают достаточно сильную интоксикацию в организме, избыточную слизеобразование. Но здесь больше стоит опять-таки вопрос дозы. Если крупы присутствуют вареные ежедневные молочные продукты ежедневно, то организм перегружается и рано или поздно дают сбои. У детей это, как правило, выражено частыми насморками, слизистыми, частыми бронхитами, ОРЗ. Ну и на вершине пирамида находится мясо. Вот если человек мясоед, но он соблюдает пропорции данной пирамиды, он не будет жаловаться на свое здоровье. И может быть когда-нибудь он самостоятельно от мяса отойдет. Привожаю эту пирамиду специально, чтобы на переходном периоде для тех, кто любит, часто используя в своем рационе рыбу, молочные продукты, мясо, на каком-то этапе, может быть, сразу, в одночасье и не стоит отказываться от этих продуктов, а потихоньку очищая организм, уменьшая объемы продуктов, которые находятся на вершине пирамиды, вы сможете от них совершенно естественно отказаться. Для себя я выбрала переход настроения мягкий, перешивая настроение очень быстро, но я внутри не поставила себе запрета на то, что я там никогда не буду есть сыр, что я никогда там что-нибудь вареное не съем. Нет, я разрешила себе есть все, но при этом у меня редко возникало такое желание, потому что когда себе не запрещаешь, оно и меньше хочется. Вот какие-то моменты я покупала себе сыр, я вообще не знала, как я, например, из этого сыра откажусь, мне нравился он, не могла месяцами его 2-3 месяца не есть, а потом прорывал из сыра, очень хотелось. Я могла пойти в магазин, купить этот сыр, съесть его с большим удовольствием, поблагодарив. И, если честно, никакого симптома индоксикации не было. Это вопрос о том, с какими мыслями, с каким настроением мы едим продукты. Можно даже вот здесь есть, и вреда не будет. Если есть это с чувством благодарности. Вот. И пришел такой момент, когда с помощью очищения, с помощью вовлечения в свой рацион максимум свежих овощей и фруктов, мой организм однажды сказал, стоп, а я сыра не хочу. И я совершенно спокойно хожу мимо привалок с сыром, и те продукты, которые я раньше в детстве любила, они на меня совершенно никак не действуют. Почему я это говорю? Когда вы, дорогие слушатели, выбираете для себя путь сыроедения, а я считаю, что это путь идеальный, да, то есть есть идеал, полный сыроедения, но к этому идеалу можно прийти, и неизвестно, придем мы в этой жизни полностью, да, на 100% сыроедение, на фруктоедение. Но тем не менее мы к этому стремимся. И когда мы начинаем двигаться по направлению к сырому питанию, но не делая из него культа и не делая смысл всей своей жизни, рано или поздно мы придем в этот конечный пункт. Субтитры создавал DimaTorzok